Эти слова принадлежат президенту Латвии Валдесу Затлерсу. Но акция протеста, собравшая на Домской площади многотысячную толпу, вылилась во взятие Сейма. Вернемся немного назад. Эти люди, собравшиеся на Домской площади, только айсберг. На поверхности лишь малая часть. Для организации такого мероприятия нужны как минимум три составляющие. Первое. Фактор действия. Доведенные до определенной черты люди. В Латвии, как отмечают эксперты и политики, активность к действиям народа связана напрямую с тяжелой экономической ситуацией. У каждого своя боль. Конечно, на данный момент ситуация экономическая не очень-то проста. И можно понять и требования, и можно прислушаться. С другой стороны, отзыв о распуске Саймы и самые организаторы, это партии Штокенбергса. И можно считать, что они используют эту сложную ситуацию в свою пользу, чтобы мало или много кто как-то манипулировать ситуацию. И это довольно печально. Активность народа, чтобы прийти на один митинг, это все-таки, скажем так, не какое-то большое событие. Я думаю, что серьезная активность народа, когда люди действительно каждый день или раз в неделю уделяют время политике, работают в негосударственных организациях, в политических партиях и так далее. Так что я думаю, что одно такое мероприятие, когда люди просто приходят и кричат о хлебе, я думаю, что это все-таки не свидетельствует серьезно о такой политической активности. Второй, еще более значимый фактор – это наличие идеологов. Людей, которые агитируют, направляют, внушают необходимость и неизбежность происходящего. Конечно, взамен идеи, которые они дарят народу за то, что людям открывают глаза, идеологи хотят кое-что взамен. Ни одна партия не может сорганизировать большой митинг или большую демонстрацию, если она не имеет какое-то свое послание, свою идею, почему же люди приходят туда. Тут как бы соединяются разные цели в одну струю, что ли. Потому что если нужно так очень пристально рассматривать лозунги, призывающие идти принимать участие в сегодняшнем мероприятии, то они почти что противоречивы. Но лозунг «распустить парламент» – это какая-то крайность. Причем почти все понимают, что она практически невозможна, учитывая достаточно сложную процедуру вот этого самого процесса распуска. Другие призывают к профессиональному правительству и к такому представлению профессионального плана восстановления экономики. Это вещи очень-очень разные. Ну, конечно, для партий это пиар, несомненно. Я думаю, что тут первыми поспешили партия Штокенбергса и Пабрикса. Еще бы пиар организаторам очень нужен. Надо зарабатывать очки, наращивать рейтинги. Меньше полугода осталось до выборов в самоуправление и Европарламент. По неофициальной информации, партия Пабрикса и Штокенбергса собирается вступить в схватку за столицу. А борьба за Ригу, если мы до этого доживем, как отмечают политологи, будет жестокой. Есть еще третий фактор, без которого невозможно провести в наши дни ни одного достойного мероприятия. Это деньги. Причем, чем масштабнее акция, тем больше в него надо вложить. Флаги, плакаты, трибуна, огромный экран. Все это требует финансирования. Сила, которую организовала, ну, конечно, у меня не ссоциируется с миллионерами, я ничего другого по этому поводу не могу сказать. Так что там я не вижу, что те, которые, ну, буквально как-то идет руководство этого мероприятия, что они являются какими-то большими защитниками народа. То, что народы сейчас имеют большие трудности, они, конечно, имеют конкретные претензии к правительству. Сами это ясно, да. Здесь, если быть конкретно, тогда этим людям, как, например, Штокенбергсу, Пабрику сегодня, в этом мероприятии, да, должно быть выйти и сказать, я, Штокенбергс, сложил свою депутатскую полномочию, я, Пабрик, сложил свою депутатскую полномочию. Итак, все составляющие сложились. Около 16 тысяч человек пришли на площадь с лозунгами о распуске Сейма и смене власти. Хотя многие организации говорили, что придут с другими призывами и не хотят менять народных избранников. А как удачно выбрано время. 13 января вечер. Ассоциации с лихими 90-ми. После работы может прийти больше народу. Один за другим ораторы с трибуны высказывают о наболевшем. Толпа тут же подхватывает и скандирует «Долой семь». Разве удивительно, что часть людей, среди которых встречалась немало подвыпивших, направилась к зданию парламента и начала его штурмовать. Те, которые организуют, говорю, очень удачно, для себя удачно нашли время, потому что это объективность. Объективность на данный момент ситуации такова, что, ну, скажем так, каждый не чувствует себя очень хорошо и стабильно. То есть стабильности на данный момент нет. Ну, надо сказать, что и предложений, как из туда выйти, что кто-то поможет, кто-то скажет, как лучше сделать это такое предложение из оппозиции, тоже нет. Акция удалась. Вопрос, что дальше? Что могут предложить те новые, если станут у руля? И кто гарантирует, что пройдет еще 15-20 лет, и тех новых все тот же народ не будет пытаться распустить насильственным способом? Правительство не упадет, пока его не уронят. Эти слова принадлежат вождю Великой Октябрьской революции Владимиру Ильичу Ленину. Для вас работали Марина Талапина, Владислав Яковлев, телекомпания ТВ5. Для вас продолжает работать служба новостей телекомпания ТВ5. Только что мы получили новый видеоматериал от нашего корреспондента Эллы Семенова, которая все последние часы работает в эпицентре событий в Старой Риге, где многотысячный митинг закончился беспорядками. На этот раз уже терпение полиции лопнет.